Здравствуйте, зрители нашего канала «Точка кипения». Я Альмар Гусейнов, ведущий, историк и журналист. Сегодня у нас в гостях Максим Шевченко. В субботу прошла инаугурация президента Турции Реджепа Эрдогана. Его очередная инаугурация и, может быть, последняя инаугурация как президента. Мы имеем дело с великим политическим деятелем начала 21 века. Он будет управлять Турцией, если все будет хорошо, до конца своего срока получится в общей сложности 25 лет. Даже основатель Турецкой Республики Мустафа Кемали Татюрк столько не управлял созданной им страной. И Эрдоган — это человек, который вывел фактически Турцию из состояния полуколониальной страны с имитационной демократией в состояние одной из первых технологических держав мира. Она входит в двадцатку самых развитых стран. И это страна, которая всерьез двигается, как мне кажется, от положения региональной супердержавы к положению одной из клуба мировых держав. Возможно, я ошибаюсь, Максим. Как ты оцениваешь все произошедшее? В субботу была инаугурация и началась новая каденция Эрдогана. Я оцениваю это, конечно, как глобальное стихическое событие. Я написал в своем телеграм-канале «Макс атакует». В этот день только два слова. «Халиф» вернулся. Впервые за долгие-долгие века в исламском мире есть безусловный человек, который является а. безусловным мусульманином и б. возглавляет какую-либо исламскую страну. Хорошо, не впервые. Я исключаю, скажем так, в суннитском исламском мире я увожу в сторону иранскую исламскую революцию, которая была все-таки достаточно кровавым и трагическим событием. Тут мы видим лидера, который побеждает в демократической процедуре общественной дискуссии. Да, кто-то говорит, что у него было больше ресурсов, его противники, проигравшие, ворчат и, как говорится, огрызаются. Но так или иначе, мы видим человека верующего, мусульманина, соблюдающего ислам абсолютно, не лицемерно при этом, а соблюдающего ислам. Человека, который демонстрирует ценности восстановления единства, разрушенного в ходе войны с Западом, которая шла на протяжении нескольких столетий, единства исламского, по крайней мере, на данный момент османского мира. Османский мир гораздо больше, чем тюркский мир. Эрдогана многие считают каким-то там пантюркистом. Есть такие, на мой взгляд, достаточно ошибочные мнения, что он будет якобы действовать в дискурсе какого-то общетюркского единства. Безусловно, это измерение имеет место в формировании внешней политики, геополитических каких-то аспектов деятельности. На мой взгляд, оно является крайне вторичным и даже третичным для Эрдогана и носит чисто прикладной характер. Допустим, единство с Азербайджаном, которое, значит, две нации, там, две страны, одна нация, да, и там, и так далее, оно обусловлено во многом не абстрактным, там, тюркским единством, да, а единством ментальным, единством цивилизационным во многом, единством, которое берет свое начало в трагических событиях 1818 года, да, когда, значит, турецкая армия пришла на помощь азербайджанскому народу, который подвергался геноциду, истреблению, что мы знаем по трагедии Шамахи, да, значит, где в мечети сожгли мирных жителей формирование, не хочу никакую нацию называть, да, скажем так, террористические, дашнакские формирования, скажем так, потому что я не хочу, чтобы к этому имел отношение армянский народ или какой-либо другой народ, так же, как и к трагедии, которую постигла, там, в 15-м году армян, имели отношение к турке, как любят говорить, да, или, там, тюрке. И это есть, у каждого убийства, у каждой трагедии есть конкретные виновники. И, конечно, единство с Азербайджаном, это крайне важная вещь, но оно очевидно в силу геополитического союза Турции и Азербайджана, в силу того, что этим союзом Турция выходит на берега Каспия и, в общем, является гарантом мира в территории Южного Кавказа. Потому что уже, конечно, с Казахстаном, с Кыргызстаном, с Узбекистаном, безусловно, будут поддерживаться какие-то очень важные культурные и цивилизационные отношения, но Эрдоган прекрасно понимает, что эти государства находятся в сфере влияния Китая. И конфликтовать с Китаем для Эрдогана – это совершенно немыслимая вещь. Эрдоган, потому что он сделал выбор. Ты в современном мире, конфликтуясь с Западом, ссорившись с Западом, ссорясь с Западом, как это делал Эрдоган публично в ходе выборов, ты должен выбирать. Если ты не с Западом, то ты экономически должен быть с Китаем. Или находиться как бы посредине. Но, безусловно, отношения с Китаем для Эрдогана будут иметь фундаментальное значение и фундаментальную ценность. Эрдоган больше, чем пан-тюркист. Он нео-османист. Османская империя, напомню, была домом для многих народов, не только для тюркских народов. Османская империя была домом для славянских народов, не только принявших ислам, но и для христиан, для греков, безусловно. И можно сказать, что именно в Османской империи сохранились православные церкви Балкан. Если бы балканские страны были завоеваны крестоносцами, западными странами, западными, западными, представителями европейской цивилизации, я вас уверяю, никакого православия там даже в помине не было бы, как его нету на тех территориях, где католическая церковь беспощадно просто обращала в католицизм или истребляла всех тех представителей христианских деноминаций, других, которые, как говорится, не признавали папу наместником Бога на земле или векарием Христа. Православные церкви Балкан сохранились именно под властью османов, под властью султана, как и огромная масса греческого населения, как и чудесная православная церковь Греции. Да, естественно, были какие-то эксцессы, были националистические движения, были конфликты с национальным самосознанием, особенно в XVIII-XIX веке, были и трагические события в Болгарии, в Греции, там, не знаю, был и повешен патриарх константинопольский во время одного из событий. Но в целом все православные Востока остались православными, потому что были под властью мусульман. Более того, в Османскую империю бежали старобрядцы из Российской империи, старобрядцы в православной, так называемой, в кавычках, Российской империи, которую правила Готтер-Гошинской династии, объявляли вне закона, заставляли платить налог за бороду и подвергались всяческим унижениям. Но почему-то вот под властью османов русские старобрядцы, да, собственно, как и под властью персидских шахов из династии каджаров, находили приют, и там их никто не трогал. Говорили, вы христиане, да, отлично, вот живите, пожалуйста. Хотите, служите в армии, тогда вы освобождаетесь от налога под названием джизия. 5% примерно, даже меньше, которым, напомню, что сейчас мы платим 13%, которым, значит, подвергались люди не исламского вероисповедания, выполняя свою нагрузку. Зато они не служили в армии. Но если ты хотел служить в армии, а мы знаем, что, в частности, казаки, старобрядцы служили в османской армии, будучи христианами, то тогда ты как бы уже шел по другой налоговой системе. Таким образом, османизм не синоним пантюркизма абсолютно. Османизм – это идеология универсализма политического, этнического, который основан на исламской доминанте. То есть сверху есть ислам, который неспослан по вере мусульмана от Всевышнего Аллаха, да, начи через Коран. И ислам дает покровительство всем народам. И ислам не унифицирует народы, не растворяет народы, не ассимилирует их. Потому что в Коране принципиально сказано – мы сотворили вас племенами и народами, дабы бы вы познавали друг друга. Таким образом, племена и народы в Коране заданы как изначальная ценность, которая не должна подвергаться ассимиляции и истреблению, исчезновиднию с лица земли. Задача народов – познавать друг друга. Сверху власть мусульман, это власть и есть власть халифа. Под ним живут христиане, евреи, которые, напомню, тоже бежали из Европы, где евреев сжигали в смоле, уничтожали, унижали всякими дикими способами. В Османскую империю, где под властью османов евреи получали абсолютные права, свобода религиозная, и никакая власть не вмешивалась в их религиозные доктрины. Ты хасид, ты, или ты литвак, или ты рационалист, или ты кто-либо еще. Пожалуйста, это твое полное право быть тем, кем ты хочешь быть. Поэтому неоосманизм – это восстановление демократизма, который имеет не западные корни, не западные основания, а который берет свое начало в исламской цивилизации. И он не светский, не атеистический, он изначально религиозный. Напомню, что мы уже говорили о том, что эти выборы конфликт двух антропологий. Одна антропологическая концепция западная говорит о том, что человек произошел от обезьяна, то есть является животным, который в ходе эволюции культурной навыки, но в целом это животное, и поэтому с ним и можно обращаться как с животным, понимаете, с человеком. Можно подвергать его социальным экспериментам каким угодно, у него нет бессмертной души, он не уникален, его можно клонировать, его можно, не знаю, понуждать, менять пол, допустим, с целью уменьшения рождаемости, чтобы побольше еды было, поменьше людей. Исламская, христианская, монотеистическая, иудейская концепция совсем другая. Человек сотворен Богом. Верите ли вы в Бога или не верите, это сейчас не имеет значения, поскольку речь идет о том, что изначально человек является абсолютной ценностью, которую нельзя подвергать изменениям, опытам, социальным опытам, биологическим опытам, опытам антропологическим и так далее, и так далее, и так далее. И грех, связанный с изменением человеческой природы, человеческого поведения, сексуального поведения, социального поведения, является не просто грехом против вашей личности, пожалуйста, живи один и делай с собой все, что угодно, а является просто изменением и искажением природы и свободы твоей, а стало быть, и свободы других. Поскольку эта свобода по исламу, по христианству, по иудаизму не испослана сверху от некого первоначального принципа, который называется Богом. Это реально свернулось в наш мир с победой Эрдогана. И да, можно сказать, а вот как же короли Саудовской Аравии, там эмира, это все государства, созданные Западом, для контроля над нефтяными ресурсами, для отмывания денег и так далее. Турецкие события говорят о том, что на самом деле халиф вернулся, вернулся султан, вернулся тот, кто может дать свободу людям и равноправие не по западному принципу, не как животным, социальным или культурным, а как творением Божьим, как тем, кто несет в себе дух Божий, дух свободы. Это не просто понять и принять современному человеку, но отсюда, из этой точки, следует и совершенно разная политика, и геополитические восприятия, и геополитические отношения. И если ты, Эрдоган, становится покровителем правоверных, прежде всего, он еще не объявил об этом титуле, и, наверное, не будет это делать вот именно в такой форме, как я сейчас говорю, да, но понятно, что речь идет именно об этом. Он объявляет покровительство тем мусульманам, которые подвергаются унижениям, которые подвергаются гонениям, которые подвергаются изгнанию из их территории, которые подвергаются пыткам, арестам за то, что они мусульмане. Он будет... Это его обязанность. Нео-османизм — это не просто теоретическая некая написанная «Чавышаглу» или «Да вот оглу» теория какая-то. Это, в частности, и ответственность, которая возложена на Эрдогана как на верующего человека, думаю, он так это и воспринимает, самим Всевышним Аллахом. Поэтому мы будем ждать очень интересных событий и интерпретаций. Безусловно, победа Эрдогана — это начало конца кемализма в том виде, в каком он был создан в 20-е годы Антантой и западными государствами, которыми необходимо было подвергнуть колонизации, оккупации и разграблению богатства исламского мира, которые ассоциировались прежде всего с двумя могучими государствами Османской империи, империи каджаров, которые неверно называют Персидской империей, скажем так. Ну, в общем, которая находилась на территории Ирана, на территории Азербайджана современного во многом, которая завоевывалась по частям Российской империи, империями Запада и апофеозом утраты суверенитета, которые будут в 18-й год, по крайней мере, для Османской империи. Так что посмотрим, сумеет ли история по той инби совершить такой, напомню, это английские истории, которые говорят, что историю, я так грубо огрубляю, развивается по спирали, в какой-то смысле, совершить такой поворот и выйти на новый этап своего развития. По крайней мере, очевидно, что у Эрдогана очень серьезная команда, даже его назначение, он назначает руководителя разведки, то есть человека, который глубоко проникал в проблемы Сирии и Ордании, России, поверьте, Украины, министром иностранных дел. Он назначает на должность руководителя разведки очень серьезного тоже человека, который прекрасно разбирается во всех нюансах и обстоятельствах современного мира. Он формирует команду, которая не зависит, напомню, сейчас от воли парламента, поскольку партия Эрдогана, блок Эрдогана контролирует голосование в парламенте. Никогда за долгое время ни один правитель, имеющий такое ясное сознание и такой ясный проект метаисторический восстановление исламского суверенитета и независимости, восстановление свободы, демократии и справедливости, основанной на исламской концепции, не с послания сверху закона и духовной ценности этого закона, не получал такой мандат на правление. Посмотрим, чем это кончится. Я лично уверен, что Запад предпримет попытки сначала с Эрдоганом договориться, подкупить его, хотя они пресно знают, что у них это не получится, а потом непременно развяжут войну, непременно. Они не могут позволить, чтобы в исламском мире появилась самостоятельная, независимая политическая сила, которая будет по мощи и по потенциалу равна или стремиться к тому, чтобы быть равной Западу. Им нужны разные искусственные чудовищные проекты типа исламского государства, террористические или что-то еще такое, какая-нибудь Аль-Каида, которая пародирует и которая паразитирует на исламе. Но ислам, который по-настоящему является цивилизационным вызовом Западу, для Запада это, конечно, серьезная угроза. Поэтому война неизбежна. Появление султана – это появление грозы, это появление грома, это появление молнии. Эта молния придет с Запада для того, чтобы обрушить то, что встает с Востока. Посмотрим, кто кого. Спасибо большое. Откровенно говоря, блестящий анализ, на мой взгляд, эрудитский глубоко. Хотя я лично сейчас не буду. Мне есть о чем поспорить и по поводу судьбы кемализма. В двух словах, мне кажется, в течение ста лет с момента создания республики было два этапа великой модернизации. Одну из них провел Мустафа Кемаль, Ататюрк названный позже. Я думаю, что у него другого пути модернизации того, что осталось от Османской империи, кроме создания вот такой светской Турции, просто не было. И второй этап... Я не понимаю, в чем заключается модернизация Кемаля. Кемаль просто занимался тем, что уничтожал наследие Османской империи и османской цивилизации. Никакой модернизации у него не было. Кемаль создал армию, которая была абсолютно марионеткой Запада. Его последователи ввели Турцию в состав НАТО. Эта армия весь XX век занималась тем, что совершала в Турции военно-фашистские перевороты бесконечные, подавляя и унижая всякого рода независимые демократические движения, как с левого фланга, так и с исламского фланга. Поэтому называть общую деятельность Кемаля модернизацией я бы не стал. Кемаль продолжал то, точнее он примитивизировал то, что вполне глубоко развивалось османской интеллигенцией в конце XIX века. То, что было известно под видом идеологии молодотюрок, как национального самосознания. На мой взгляд, это была идеология ошибочная, потому что она привела к разрушению и распадению. Она вывела национализм на первую позицию. Национализм был главным ударом по османскому мировоззрению. Возможность с точки зрения диалектики это было неизбежно, поскольку все народы Османской империи под защитой султана вызревали тихо, спокойно. И в какой-то момент, естественно, капиталистическая революция, буржуазная, научно-техническая, промышленная революция потребовала от интеллигенции, буржуазии национальной, которая осознавала свою роль в истории, более активного действия. И османизм не смог ответить на эти вопросы. Султан оказался беспомощным в этом сети. Поэтому я не понимаю, о какой модернизации кеммализма идет речь. Разве что женщина надела в штаны, понимаете. И там Сабиху Гюкчен посадил на самолет, понимаете. Женщина у него была летчик. И еще пить. Все стали пить. А в чем еще модернизация 20-х, 30-х, 40-х годов в Турции? Вот кто мне объяснит? Вся их армия была создана американцами или англичанами. Офицеры учились в Вестпойнте или в британских училищах. Народ жил в бедности, в отсталости. Я помню Турцию конца 80-х годов. Это была страна совершенно не модернизированная. Это была страна, в которой элита, да, компрадорская элита, этим она очень напоминает современную Россию, была вестернизированная и ощущала себя частью Запада, а народ жил совершенно в ином пространстве. И только благодаря исламу народ сохранился, на мой взгляд. Благодаря тому, что он не вымирал, не вырождался, а трудолюбивый турецкий народ, жил, жил и как бы учился, работал, рождал детей и дождался того момента, когда появилась возможность реванша. По-настоящему национальной революции, которая сейчас происходит, на мой взгляд, в Турции. Я отказываю кемализму в модернизации. Я считаю, что это был созданный Западом военно-политический режим для уничтожения независимости и суверенитета османского наследия и исламского духа турецкого, османского, прежде всего, османской нации. Мне так кажется. Может, я не прав, конечно. И это здорово. Но, к сожалению, наше время ограничено. Спасибо, дорогой Максим. Я знаю, что ты сейчас в отпуске и все равно нашел время для встречи с нашими зрителями. Двойное спасибо. У нас сегодня был в студии Максим Шевченко. Я ведущий Эльмор Гусейнов, историк и журналист. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Еще раз спасибо. И ждем с новым визитом, с новым рассказом у нас на канале. До свидания, Максим. До свидания.